Добрый день! В эфире передача «Дискуссия» и мне очень приятно представить вам нашего гостя, доктора психологических наук, председателя Межрегиональной общественной организации в Москве «Союз Гагаузов» Фёдора Драгоя. Добро пожаловать к нам на передачу. Здравствуйте! Итак, Межрегиональная общественная организация «Союз Гагаузов» в Москве была создана в 2013 году. Какова её цель? Чем занимается «Союз Гагаузов» сегодня? Основная цель «Союз Гагаузов» изначально была и есть это всеми путями, силами поддержки наших сопременников России. Не только в Москве, во всей России. Но и как дань уважения родному и близкому, это, конечно, популяризация нашей культуры, сохранение языка и всё, что есть у нас прекрасное. Сколько человек объединяет ваша организация? На сегодняшний день у нас уже более 300 человек, которые, ну, члены по заявлениям. А так, в принципе, в свободном, наши двери открыты. Когда мы приглашаем, нам до тысячи больше всегда готовы прийти. Там только Гагаузы или есть другие национальности? Значит, у нас «Союз Гагаузов» он многонациональный, как Советский Союз. У нас грузины, белорусы, молдаване, болгары и много-много других национальностей, которые почётные члены нашей организации. А вы сами как давно в Москве? Я в Москве уже более 10 лет нахожусь. Так я больше в Петербурге был. Но вы наш земляк. Я из Кангаза. Я из Кангаза. Правда, уехал в юные годы. И вот с тех пор, как сначала в Белоруссию, там учёба, потом Россия. Ну, в принципе, Белоруссия и Россия – это для меня одно единое, неделимое. А вот как складываются сегодня отношения вашей организации с властями? Скажем так, президент Союза Гагаузова, ещё являюсь председателем комиссии по общественной безопасности в народной дипломатии при правительстве Москвы. И у меня очень такие, скажем так, родственные, дружественные отношения со всеми диаспорами. Могу сказать, скажем так, даже гордиться тем, что у меня в друзьях более 100 диаспор. По моей работе я должен взаимодействовать со всеми диаспорами. У нас есть Совет по делам национальности при правительстве Москвы. Около 10 комиссий у нас. У каждой комиссии свой сектор деятельности. У меня по общественной безопасности народной дипломатии. И вот так или иначе мы соприкасаемся и по работе в правительстве. Но больше, конечно, мы друг к другу ходим в гости. И вот Союз Гагаузов проводит в течение года 100 и более мероприятий. Хотела бы интересоваться, какие конкретно мероприятия. И другие диаспоры тоже проводят. И мы стараемся каждому прийти и участвовать. Вы когда идёте в гости к другим диаспорам, что-то представляете? Что-то какие-то там... По-разному. Иногда мы почётные гости, а иногда мы участники. И вот, допустим, летом этого года есть в Калышской области такая площадка «Этномер». И там проходил фестиваль «Дружба народов». И к нашей радости к нам присоединилась новая Гагаузия и лично Дилай Харламович. И на этом мероприятии мы показали наши традиции, обычаи. Он даже лично поздравил участников фестиваля. Чтобы было интересно. До сих пор нам звонят и просит, чтобы мы ещё участвовали в мероприятиях. Более того, именно этот момент отмечен... Вышел журнал у нас «Моя Москва». И есть там статья в одной из страниц, среди других диаспор, и мы Гагаузы, союз Гагаузов. И отмечено участие Николая Харламовича и нашей вот в этой большой работе. Фестиваль был очень интересный, такой красивый. Но вы, кроме как руководителя этой организации, вы ещё и пишете книги, да? Я, знаешь, как хотел сказать, с сожалением пишу. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы это было для меня и без меня. Потому как непростой вопрос своим соплеменникам указывать истину, которая на протяжении столетия вот так вот смешана так, что не разберутся все учёные мира. Почему вот так происходит? Это вот ваше мнение. Почему настолько вот скрыта история Гагаузова? Я сейчас расскажу. Дело в том, что вот вы сегодня знаете в современном сленге информационная война. Мы это видим, в частности, на России. Что происходит? Россия конкретно делает добрые дела. А весь мир, не весь мир, вернее, часть такого большого мира показывает всё наоборот. На белый город черный. Это информационная война. Чтобы вы понимали, в 14 веке произошло то же самое. У нас была большая страна. Но до того, вот это величие наше, конечно, его уничтожил известный нам правитель Балык под именем Балык. Он был олигархом, как сегодняшний известный, бизнесменом большим. Он захватил насильно, захватил власть на Балканах в нашем государстве. И он и его потомки разрушили всё. У нас была своя армия, свой флот. У нас были институты, и главным институтом был старейшины, не суд. Суды тоже были, но не суд, а старейшины. Как называлось это государство, которое было? Государство самое интересное. Оно называлось Узыское государство Узы-Диэлет. Узы-Узы. Узы. Узыское государство Диэлет. Но название было так, Узы-Диэлет-Карбон. У нас три названия, по той причине, что Узы – это наши предки. И до нашей эры было царство на Балканах. Об этом известно от Геродота, Иш-Кузы, Аш-Кузы. Потом это государство в 200-е годы перерождается уже в Гагаузское государство. И название сохраняется. В том числе сохраняется слово «Карбон», по той причине, что в 4-5 век до нашей эры приходит огромная группа скифов и объединяется с нашим царством. Вот наше царство, Узыское царство, оно было двух частей. Иш-Кузы, Аш-Кузы. Одна часть была чисто Узыская, а другая была со скифскими племенами. И вот это царство, в 900-е год, перерождается в Гагаузское государство. И с того времени Узы-Диэлет-Карбон – это и было название нашей страны. Узы-Диэлет-Карбон. Чистые слова остались в тех времен. А уже ближе к нам, когда Балык захватил власть, он поменял на Карбонаж. Потом его последователь, ростенечек Добрудж-деспот, поменял на Добруджа, честь себя. А его женсын не успел поменять, потому что его с нашей же просьбой и просьбой болгар, которых они насиловали по полной программе, турки вошли и уничтожили в 2014-2017 году. С того времени наши Гагаузы по всему миру разлетелись. Более 20 стран мира жили-жили. И когда уже стало известно, слухи дошли, что Русская империя нам, Гагаузам, оказала уважение. И вот эти территории, наши территории, это Буджак, чтобы понимали, это бы охотничье в угодье Гагаузского государства Узы-Диэлет-Карбон. Когда Русская империя поддержала и начали ее разрушаться 200 лет назад, хотя мы здесь жили и татары, и... Узы тоже жили? Узы тоже жили. Жили еще в 14 веке, 14-15 век жили, но небольшими группами. И это называют сегодня ученые охотничьи площадки такие, стойбище там такие. На самом деле это были небольшие поселения. И вот эти земли, когда мы вернулись, а вернулись из разных стран мира, каждый принес чуть-чуть того, что у них сохранилось через их предков. То есть они не просто на эти земли вернулись, а тут были... Тут жили татары, тут жили другие национальности. Но они, когда у нас было государство, они уважали, любили нас, как и мы, взаимно. У нас тоже была многонациональная страна, и в Гагаузском государстве Узы-Диэлет-Карбон было 80 национальностей, 80 племен. Вот как сейчас Российские Федерации, сотни народов, да, точно так же было. И вот я хотел бы сообщить о том, что поскольку приходили разные племена в наше государство, мудрые правители, это еще 200-е годы, приняли решение сохранять традиции обыча других племен и народов. И тогда возникло необходимость создания контрольно, не случайно хаотично, как некоторые хотят привязать, контрольно сформировать два диалекта. Один диалект для славянского союза и племен, чтобы они были свободны в нашем стране, общения, было контакт. А другой — тюркского мира. И вот славянский диалект назывался хасылский диалект, а тюркский — хысымский диалект, то есть родные племена тюркского мира нам. У нас был наш язык основной, государственный, но было два диалекта. И вот когда наши Гагаузы по всему миру в XIV веке разбежали, потом вернулись, все принесли то, что сохранилось у кого как. У нас сегодня, кстати, есть такое понятие — комрадский диалект, чадеронский и вулканерский диалект. Это почему она возникла? Вместе с тем в каждом селе отличие. Как раз из-за того, что вот эти два диалекта и сам язык, узыский Гагаузский, XIV века по всему миру плавал как попало. Нас не допускали к образованию. Слава Богу, Советскому Союзу в 1957 году нам дали не просто возможность после войны, вернее, получать обучение, образование, учиться, но нам дали возможность в 1950 году переобрести свое письмо на кириллице. Это впервые было после того, как уничтожена страна. Вместе с тем, чтобы вы понимали, у нас свое письмо было. И вот она вот здесь, я вам потом о нем расскажу. В школе Гагаузского языка в Москве мы ввели обязательно программу изучения именно тех букв древних наших гагаузских, которые сохранились чудом, сохранились. Это латиница, а не похоже? Нет, это не латиница. Это как раз гагаузское письмо. Вам будет ближе, если я вам объясню. Архонские письмена, слышали? В частности, Машков в своих материалах, книгах передал сообщение. Есть такая книга «Гагауз Бендерского уезда». Он уже переписан, конечно, там не полная информация от Машкова, но тем не менее, в 18 странице там четко написано. Узы в русских летописях, это те же гагаузы. Ниже, архонские письмена, это узыское письмо. Узыское письмо. Это он нашел, где-то доказал. Но я знаю по себе. Хорошо, узы это те же гагаузы. Но почему же узы не сохранились, а сохранились гагаузы? Почему вот это название по-другому? Значит, в 200-е годы было принято решение теми правителями, которые были в царстве. 200-е годы это? Нашей эры. Нашей эры. Значит, смотрите. В 8-й век до нашей эры царство уже узыское было на Балканах. Об этом пишут Герой, да другие ученые. Оно перерождается в 200-е годы в гагаузское государство. И вот в время перерождения, а в те времена была традиция, то есть перерождение, поменять название, это как перерождение. Дважды рожденный у нас есть такой ярлык. Хотя он не совпадает, как бы не сочетается с этой истиной и причиной, но тем не менее. И вот были такие традиции перерождения. Допустим, группа людей уходила от гагаузов и себя называла печенегами, полоцами, еще кем-то. Как веточка. А узы, когда формировалось это наше государство, гагаузское, и решили, что вот это название, оно должно уйти вот в глубину, короче, как корень, как точка отчета. Вот, с одной стороны. С другой стороны, они не, этот звук не ущемляли, это слово, и национальность не ущемляли, он был свободный. Поэтому узлы дошли до тысячи сотых, там, пятьсотых годов нашли, дошли. И вот нам известно, в том числе русских лиц, о том, что узы, именно узы, как воины, были элитными войсками князя Владимира. Конечно, об этом не говорят, но именно они были у него, как спецназ сегодняшний, современный. То есть, по любому его указу, они выполняли те функции, которые нужно было. А многое написано, наверное, в русских лицах, нам это недоступно, но, тем не менее, для меня очень приятно, как воина, как пицера, что мои предки воины и служили князю Владимиру. Основная элита, именно вот гагаузы, вузы, они служили князю Владимиру. И я так подозреваю, что они не могли не участвовать в крещении Руси. Обратите внимание, я говорю, 200-е годы рождения гагаузского народа и одновременно принятия православия. Мы тогда стали православными. Тогда. 200-е годы. 200-е годы. Наши эры. Да. 200-е годы, а точнее 280-е. И все же меня интересует, почему же гагаузы назывались? И когда вот гагаузы уже появились как гагаузы. Значит, знаете как, на Балканах в 200-е годы шли воины, как всегда, как и сейчас. И в 260-е годы на Балканы пришла очень большая группа наших соплеменников гангаузов. Гангаузов, два брата-близнеца, Гак и Гар, участвуя в войнах против римлян и тому подобное. Кстати, римляне покинули Балкан. Знаете почему? Мы их задавили, и они начали с нас просить очень много, и соседей всех душить. Ну и когда пришла вот там семистысячная такая группировка в царство гагаузское, это еще было царство, все было решение с ними воевать. И два брата, они отличались тем, что они были воинами, у одного была сотня, у другого три сотни. И, ну, такая небольшая группировка, армия была большая, но они выступали везде вот такой группировкой. Гаком был как бы сотня, а Гар у него было 300 человек, 300 воинов. И вот они настолько, ну скажем так, воевали жестко и красиво и справедливо, что их полюбили все, кто жил в царстве, даже соседние государства. И название гагауз, он родился из слова узы, и гак, гак и гар. Было решение сохранить их имена в нашем национальном. Первые две буквы. Да, га, га, узы. Два брата га. Вот тогда и родился гагаузский народ, и мы, и апостолы, когда они, римляне, выдавили, и было принято решение из язычества войти в православие, сей верой единого Бога, вот тогда и произошло вот это вот свободное, не как князь Владимир Руси крестил, а мы сами свободно, с любовью приняли все, что есть от Иисуса Христа. И один из больших фактов, и перебью вас, извиняюсь, уничтожение нашей страны, в том числе потому, что мы православные. Вот вы начали говорить о том, что узы приняли участие при крещении Руси, возможно, поэтому стали православными, но слово «Аллах» меня всегда интересует. Почему? Присутствует у гагаузов. Наш язык настолько богатый, вы не представляете. Слово «Аллах», «Аллах» — это тюркское слово. Тюркское, да. Но мы же с вами, гагаузы, мы один из древнейших родов тюркского мира. Мы тюркский народ. И приняв православие, конечно, мы сохранили свой язык. Понимаете, мы сохранили язык. Более того, все службы изначально, когда формировалась первая церковь, Клиссилик, все были на гагаузском языке. Никакого греческого ничего. Мы греков тогда держали на очень большое расстояние, может, даже на поводочке, потому что они нам мстят до сих пор за наше величие. Понимаете? И более того, в нашем государстве были знания. Такой величины сегодня не имеет, я считаю, не имеет на одной академии наук, которая есть современность. Я готов спорить со всем научным сообществом. Я готов вам доказать в три секунды почему. Элементарно. Недавно по телевидению в России показывают сюжет. В Румынии в 1960-е годы нашли какие-то записи. Сибио там называется. И что вы думаете в этих записях? Космические корабли сегодняшнего дня. Скажите мне. А самое главное говорить. Там типа король Румынии кого-то пригласил. Румыны – это Румыны. Румыны когда возникли? В 1978 году. До этого была Валахия. А до этого Валахия – это же земля Узи-Девлет. А до этого еще Узи-Алит. Узи-Алит – это по-турецки Узи-Девлет. А это же земля Карбон-Аш и наша страна. На одной земле. То есть там нашли вот эти исторические документы 16 века. В 16 веке кто-то куда-то положил эти документы. Там цветные, нарисованные, как чертежи космических кораблей. Как в том, чьи они? Если это наша земля. Румынов. А румыны кто такие? Румыны вообще. Это чуть-чуть смесь других, но это гагаузы. Огромная часть румынов – это гагаузы. Ассимилированные насильственно. Мы же помним совсем недавно, как наши деды рассказывали, как резали языки и уши за то, что ты говоришь на загадковском языке. Понимаете? Очень большой вопрос исторический в этом формате. Конечно, за передачу сегодня не успеем, но я вам хочу сказать, что наша... Я готова поменять формат немножко передач, но чтобы послушать вас. Потому что мне это очень интересно. Думаю, что нашим годом тоже будет очень интересно. Вы знаете, все, конечно, не расскажешь, но что касается истории, она у нас такая богатая, как и наш язык такой богатый. Вот меня очень интересует, кому выгодно скрывать историю гагаузов и почему? Разная история из разных источников. Значит, информационной войне против нас участвовала Австрия, Германия, немцы. А их решением Валахия стала Румыния. Но для них другие. Дело в том, что вы должны понимать, Валахия – это террористическое управление нами, гагаузами. Кырджилы. Слышали такое? С 1419 года по 1476 год на Балканах, на нашей родной земле, гражданская война. Греки, болгары, венгрии, все, кто нас окружал, турки, посылали нам кырджилы удавить, задавить, уничтожить гагаузский мир. 50 лет гражданской войны. Представляете? Это кровь без остановки. Знаете, как делали эти кырджилы? Брали семью, если что-то не нравилось, резали по кусочке, разбрасывали по улицам. Ужасно. Это граждане, понимаете, и все молчат. И почему это происходило? Потому что вот это величие до того, с 200-х годов по власти Балыком, мы были такой страной, как сегодня Россия в мире. Великой, добросолюбленной, желательной, развитой. Мы всем помогали. Если к нам приходил кто-то в нашу страну, человек, даже не нашей национальности, ему давали курицу, петуха, лошадь, свинью, и дом, жилье строили всем миром. Могли ли эти люди пройти против нас? Это по-большому похоже на что-то, на коммунизм, но коммунизм и рязвие не было вала. Мошенник Ленин и другие друзья, которые сотворили с Российской империей то, что сотворили, рядом не стояли с тем, что делали наши предки. Почему Ленин мошенником назвали? Потому что я слышу частенько сейчас эти фразы. Они продали Россию с потрохами и за большие деньги. Сегодня открыты документы тоже Германии. Тем же другим странам сегодня, которые против нас. Это же сегодня документы, сегодня вы не знаете, но в России каждый день транслируется информация об этом. Хотя я и понимал примерно такую суть. Это был жесткий захват власти. Террористы они, бандиты. Не больше, не меньше. И 70 лет это все. А на почве уже этот терроризм существовала 70 лет советская власть. Хотя было много доброго, хорошего, без вопросов. Но это, скажем так, наверное, взамен того, что они могли дать, что могли. Хотя сама Российская империя, я думаю, что сегодня, если бы не было той катастрофы, ведь убивали брат-брата, белый и красный, что за тупость такая. Так она у нас сейчас отрабатывается в Гагаузии. Так, каким образом? Вы имеете в виду глупость? Тупость? Отрабатывается каким образом? Элементарно. Вот есть Союз Гагаузов. Мы шесть лет работаем. У нас два филиала. Более того, в этом году у нас, слава Богу, его помощью сформировалась и открылась еще организация. Союз Гагаузских предпринимателей. А сейчас еще на подготовке, уже практически тоже, до Нового года, может, не успеем, у нас есть национальный Гагаузский конгресс. Мы расширяемся. Мы растем. Как большая семья, единая. И в это же время, мой любимый комрад, всеми путями, последние полгода, занимается подрывной деятельностью против Союза Гагаузов. Против всего коллектива, против всех Гагаузов, которые живут в России. Одновременно я и весь наш коллектив, двери открыты, пожалуйста, мы едой накрываем столы, плащатки приставляем, пожалуйста. Приезжает президент Молдовы, мы открыты. Мы его любим и ценим, уважаем, как президента Молдовы. Приезжает Башкан, любим, ценим. Все, наших объятий, все, мы любим. А каким же образом тогда подрыв, как вы это ощущаете, как вы замечаете? Летом этого года было письмо от нашего Башкана, Ирины Федоровны, правительства Москвы с просьбой помочь им помещениям, помочь зарегистрировать организацию, там название, не буду рекламировать его, жизнеспособно, нет, не знаю. И самое главное, перечисляется вся наша деятельность, чем мы занимаемся. То вы нам помогите, поддержите. Мы сегодня пошли более 100 костюмов в национальных наших костюмах. Мы одели наших детей, мы создали творческий коллектив. Детишки поют, танцуют. Я лично обучаю танцевать. Я учился в Кангасском, вот в Дворце культуры вчера был. Я вспомнил, я там учился танцем гагаузским и помню до сих пор эти движения. Я обучаю детишек танцем. Я же преподаю гагаузскую школу, потому что филологи наши, я их пригласил, они боятся, потому как здесь какие-то непонимания могут быть, понимаете? И благо, что они боятся и не хотят, потому что заставили меня этим заниматься. И в этом есть свои плюсы, тоже расскажу попозже. А потребная деятельность заключается в том, что, видимо, как-то, может быть, о том, что я потом о гагаузах об этом заявляю. А Ирина Ферновах, она, например, болгарка, может, она ненавидит гагаузов и того, что папа там маму обижал, я не знаю. Это одна сторона. Другой стороной, я ей подарил книгу нашей истории, краткая история гагаузского народа. Но я же там не умоляю, что мы супер-пупер какие-то инопланетяне. Я пишу правду. Мы отдельный народ. Мы ни от кого не произошли. Столетия я возвращаю, тысячелетия нашего потенциала, трудов, предков, уважения к ним. За это мне ненавидеть. Но, Елизавета Васильевна, как так можно? И ненавидят народ или мои соплеменники, которые входят в члены союза гагаузов? Разве может быть лично между нами, хотя я ничего не делал плохого. Я ее обожаю как женщину. Я ее признаю как башкану. Как вы это ощущаете? Как это? Я вам объясню. У вас же есть и друзья в гагаузе. Я не думаю, что все прямо так... Есть, нет, не все. Есть, конечно, друзья. Но, в частности, я говорю о исполкоме и представителе исполкома. Я не буду их имена называть, потому что они меня нигде не называют. А они есть. Пусть этот коллектив отвечает коллективно, скажем так. И так даже не башкан, а весь исполком. Понимаете, дело в том, что проводится очень жесткая апробация людей сегодня буквально в Москве. С каждым. Вот элементарно мы только провели первый съезд союза гагаузских предпринимателей. Тут же сразу начали рвать все концы. Как вырвать этот союз гагаузских предпринимателей? Связи со мной? Создать между нами конфликтные ситуации? У них не получится. Конечно. Это все в живую. Посмотрите в интернете, почитайте, что происходит. Друг на друга наезжают, друг на друга обвиняют. Наши же соплеменники. То они вчера были вместе, а сегодня уже они враги. А кто это делает, скажите мне? Те, которые живут в России, им не до этого. Они пытаются заработать копеек, чтобы обеспечить семью кормить. Понимаете? А значит, происходит со стороны. Это, опять же, информационное воздействие против нас же, гагаузского народа в целом. Если люди идут против меня, то против народа, потому что я люблю свой гагаузский народ. Я его представляю, я его лицо. Я сегодня за 6 лет представил нас, гагаузов, в Москве и на всю Россию так красиво, как никто и не мечтал. Вот, допустим, здесь гагаузи в Камрате не воспринимают меня, в частности, не только по научной деятельности, книги, одно другое. Но и в том числе то, что я привнес еще в 90-е, когда создалась республика, единоборство гагаузского народа. Как? Откуда? Что это такое? Придумал себе, надумал себе. Я очень тоненько отпускал, потому что знал, что не все наши соплеменники гагаузы, ну, прямого рода. Есть же смешанные семьи. Гагаузы, румыны, гагаузы, молдаване, гагаузы, болгары, украинцы, русские. Я не хотел никого обидеть, поэтому я очень тоненько в узыской боевое искусство, в узыской боевое искусство. Но не только здесь, в Камраде. Я открыл залы в Петербурге, Белоруссии, везде. Но в честь республики я приехал. Я показал на площади. Я показал рабочие материалы. У меня проходили научные исследования группой ученых в международном уровне. Исследования этих двигательных действий, этих элементов движения. У меня есть конкретные документы о том, что это полезно для здоровья. Я здесь объяснил руководству, Топалу, Доброву. Они приняли. Более того, есть исторический документ, который я хочу вам оставить. В 91-м году было принято Топалом вот этот документ. Степан Топалов, вы имеете в виду? Да, да, да. Испанин Михайлович Топалов, да. Ну, есть вот мандат мой в досередине, что я могу заключить соглашение. Но я вам это оставлю обязательно. В чем вопрос? Они приняли, но чуть попозже все-таки республику заблокировали. Возникла автономия. Табунчик, когда пришел, что он сделал? Он обещал, до сегодняшнего дня не решены вопросы. По-моему, многие вопросы не решены. Кишинев до сегодняшнего дня не ответил, как должно было быть. Особый статус – ноль. Ни о чем. И вы поймите, в тот же момент я понял, что жить здесь, бороться с Кишиневым, доказывать моим друзьям, нашему родственному другу, я считаю, что они такие же, как мы, гагаузы тюркского мира, перерождены языком. Это отдельная тема. Потому что половина молдаван – это гагаузы, как и наоборот. Тут очень спорный вопрос. Но тем не менее, для меня тоже не родные. Но я понял, что если я останусь здесь, ни Табунчик, ни кто другой не дадут мне здесь жизни. И я уехал в Петербург, Белоруссию, и продолжал там дальше. Надо еще отметить, что именно с того момента практически началось постепенно формирование союз гагаузов. Мне очень многие мои соплеменники из Петербурга просили создать союз гагаузов в Петербурге. Но по военной линии меня пригласили в Москву. По Москве и на Москве была создана целая лаборатория. Я был руководителем этой лаборатории долгое время. И что там мы делаем – это отдельный вопрос. Но, тем не менее, в Москве уже опять нашли. Федор Георгиевич, давай сделаем нашу диаспору. Давай диаспору. Я, если честно, у меня очень мало было времени. Я занимался научной деятельностью. Моя научная деятельность была связана с тем, что я занимался разработками в сфере технологии безопасности. Безопасность здесь человека. Это касается как простого человека, ребеночка в садике ночная, но и в том числе и силовых труб. И я был очень занят. Но когда немножко меня отпустило времени, я отдал свое согласие, мы собрались и приняли решение. Более того, нас поддержали, как мои коллеги из военного цеха, Приднестровье поддержало. И мы создали в 2013 году Союз Гагаузов. Вот Союз Гагаузов создался в то время, когда Гагаузи руководил башканом Михаил Формузау. Вот как складывались отношения с ним? Односторонние. Точно такие, как и Сирина Илах. Мы его всегда были рады встречать, но он в ответ на наши вопросы молчание. Вот, допустим, я пишу Ирмин Федоровичу какое-то письмо. Может, я не передаю, я не знаю. Но ответа ничего. Как будто у нас нет. Я пишу в космос. Поэтому никакого контакта. Но мы их любим, конечно. Они наши родные. Даже, понимаете, как? Даже вот Ее я больше люблю, потому что она смешанная семья, болгарская и гагаузская. В чем вопрос? Смешанные семьи всегда, вот в частности на Баджаке, здесь уже на родной земле, всегда влияли на политическую или на идеологию, скажем так, нашего общества, сообщества гагаузского. И влияли чем? Это ведь красота, когда ты... Вот правая рука и левая одно целое. То есть, получается, если они бьют по мне, они бьют по какой-то руке, по какой-то части мозга или по части какой-то предков. Я их люблю, обожаю. Но, видимо, у них не хватает духа признать во мне, в моем лице родного. И вот, наверное, в этом причина. Как Формузал, как Ирина Влахи и другие башканы до Формузала, они занимались не совсем народом, они занимались чем-то другим. Понимаете, в чем бред? А одновременно тем, чем я занимаюсь, как раз это они должны этим заниматься. Я не просто популяризирую гагаузский мир. Я всему миру открываю душу нашу. Понимаете? Красоту, что у нас есть. Мы православные тюрки. Это очень дорогого стоит. Ваши книги есть в интернете? Вы знаете, я сначала думал дать их в интернет, но все-таки отложил по одной причинности. Наши соплеменники, в частности, даже из большей части Кангаза, должны вроде бы, о, Кангазский, молодец, доброе дело делать. Нет, они что делают? Сидит там за компьютером в тапочках мальчик, посмотрел, ага, Федор, как там красиво написал, да, я Ахаю. И вот, и они занимаются, не понимая... Есть такое в интернете, все знают, поэтому на это не нужно... Нет, я на это не обращаю внимания. Но тем не менее, вы поймите, они ведь используют мое правильное, логичное во вред моим же соплеменникам. Слабые духом ребятишки подхватывают волну негатива и начинают, поехали. Понимаете? Им же вот не взять лопату и выровнять там что-то хорошенькое сделать, даже по своей улице, да, они вот поболтать любят, понимаете? Поэтому это одна причина. Другая причина, я считаю, что части... Ну, есть такой пример, я проводил презентацию моих книг здесь, и в том числе есть пример из научного сообщества для меня. Все мои сообщения были сведены к нулю, то есть они получили материал и тишина. Если научное сообщество молчит о том, что я говорю, а говорю я правду, я о нас, о хорошем, хорошее, то у меня возникает вопрос. Как могут простые люди понять и принять? А у нас есть научный центр? Я был там, я знаю, я был там, я там презентовал свои книги. Как они воспринимают? Вы знаете, когда был Пашаллы, с ушим уважением. А сейчас его сын? Сейчас я вот буквально на днях был, и моему удивлению руководитель тоже принял меня с ушим уважением. Что касается материала, даже мы договорились совместно работать. Мы договорились совместно работать. Для меня это очень приятно и радостно. И я готов поделиться всем своим, чем я умею, могу и не могу. Потому что силы разные, ресурсы разные. Если убрать центр, здесь у него полная поддержка. А в Москве у нас поддержка только мы, сами себе. Ну, если Башкан эти вещи не понимает, то я думаю, что научный центр ближе вам. Надеюсь. Надеюсь, я же. А скажите, вот в 2014 году в Гагагузии прошел очень важный на тот момент референдум. Скажите, вы как-то его поддержали вот таким образом? И как бы вы считаете, была ли в нем необходимость? Мы поддержали. На референдум в тот момент были койки событий в городе и предпосылки. Поэтому я посоветовался в правительстве с соответствующими департаментами, и мы решили не выходить на площадь. И я сообщил всем своим соплюмельникам, что мы не выходим. Но собираем списки, подпися. Я передал сюда, в Камрад, более, по-моему, полторы тысячи человек, которые списались за референдум. Мы участвовали подписями. Я их подал. Но одновременно нашлись ребятишки, которые все-таки решили сделать провокацию на этом, ну, или очки заработать. И они провели на площади 1905 года митинг. Когда я узнал, а дело в том, что была команда полиции не допускать, ну, была там такая ситуация, я сейчас не помню детали, я позвонил в этот район руководства ВВД и попросил, предупредил, что будет такое мероприятие, а они взяли каким-то образом через правительство разрешение. Вот. И я попросил, чтобы не вмешивались, не трогали их, потому что не обижали мой народ. Я объяснил, что там все будет мирно. Но сам, к сожалению, не смог поехать. Ну, и без меня это проходило, это поддержка. Потом же оказалась провокация, против меня же была попытка использовать, что я, типа, я пользуюсь, ну, они провели кто-то, а я это приписал себе. Понимаете? На самом деле, сегодня те, кто проводили у нас уже члены союза, один из них возглавил целый филиал, и он не против союза, а он душой болеет за Гагаузи, это Мутав, Игорь Владимирович. А остались еще другие, которые тоже хотят, наверное, заработать что-то и бегают везде, говорят. Референдум в 2014 году дал толчок к объединению, к единству народа, но он распался из-за таких ребятишек, которые сделали провокацию против союза. Здесь такие же нашлись. И вот до сегодняшнего дня, вот, может быть, сейчас немножко утихло, как только не включаясь телевизор, мы провели референдум, 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 так провели, это хорошо. Но что дальше-то? Что вы сделали больше этого? Провели хорошо. Россия за нас, мы за Россию. Без вопросов. Россия всегда за нас. Но что они сделали для России? Что они сделали для народа своего? Какие труды? Какие шаги для объединения, для единства? Для того, чтобы писать там, кто плохой, кто хороший? Ответа на эти вопросы нет. Почему есть? Это болезнь. Это болезнь связана с тем, что, когда, вот, это связано с историей нашей. У нас же есть понятие такое. У нас существует версия истории происхождения гаузского народа. Что это такое? Это информационная война против гаузского народа. Я вас прошу оставить эту запись в строгом формате. Почему? Это информационная война против нашего народа. Версии происхождения, это разделение у нас группы. Печенеги, полуцы, куманы. И когда собираются, они даже не понимают. У них на подсознании работает самовредительство себе и соседу. Он смотрит, ага, у него черный волос, у него светлый волос. Ага, а он сказал так. Ищут подсознание причины, чтобы друг друга охарить, воевать друг с другом. На самом деле мы потомки уузов, великих воинов. И не больше. Да, другие тюркские, славянские племена входили. Но ничтожно, 5-10% это максимум за тысячелетия. Но ученые сообщества, обратите внимание, все версии написаны кем? Гагаузами? Поляками, немцами, арабами. Кем мне попало? Кем попало? Только не гагаузами. Да, ну как это? А нас написал никто. Кто нас лучше знает, скажите мне? Никто. Вот элементарно есть, ну не буду, ладно, там ученые, да, Клинкова, знаете, да, есть ученые. Да. Вот она написала о гагаузах, в частности, о народной медицине. Вот такая книжечка. Я, к сожалению, не имею эту книжку, я видел. Чуть-чуть интернет прочитал. Но вы обратите внимание, она пишет, что полевые работы, то есть они ходили буквально недавно по селам и собрали вот это вот наши традиции, обычаи о здоровье, о лечении. Если по-хорошему взять, это материал от целой лаборатории столетним опытом труда или столетними, столетиями, накопленным опытом. То есть это наука, вы поймите, какая трава, как дышать, что делать, понимаете? Окума. Понимаете, вот смотрите, элементарно, вот когда бабушка идет, она говорит, хау, окуин, беймушима, окума. Что такое? От сглаза. Да, прочитаю моего ребенка от сглаза, примерно, да? Но мы же не задумываемся, окума, значит, женщина, специалист, или мужчина, дедушка, бабушка умеют читать состояние здоровья человека. Понимаете? И там, вот спасибо ей, этот материал бесценный сегодня. В рамках сообщения о нашем далеком прошлом. У нас, в нашем государстве, были знания, такое величина, сегодня это, ну, не описать. Они устно передавались, да? Вы знаете, нет, не все. Было устной передачи, охранители получали, но и письмом. Вот я вам показал одно письмо. На самом деле у нас было письмо, которое пользуются только ученые. Для чего? Это было, как бы, секретно, чтобы не украли технологии и для здоровья, и для долголетия. Там, ну, у нас были свои приоритеты в нашем стране. Это сейчас весь мир пытается выйти на гармоничную развитие человека. Хотя я это предложил еще в 90-е. И целые технологии, целый комплекс возможностей решения этих вопросов. Если бы в 90-е годы топал, и добровые другие приняли чисто и ввели бы это на уровень республики, потом и автономии, то мы сегодня не получили бы 30-40 тысяч молодых ребят в Москве, занимающихся выживанием и с разными патологическими перспективами. А мы получили бы здоровье поколения. А они передали бы дальше. Понимаете? Более того, из-за того, что здесь не приняли, там не приняли, я как гагаусы, люблю своих предков и свой народ, я не остановился. Я пошел по науке дальше. И чтобы вы понимали, я уже сегодня отдал, но есть мои материалы, которые забегают на 100 лет вперед. Путин, Владимир Владимирович, всем дал команду прорыв. А я вот уже это сделал. У меня есть теория энергонационной структуры пространства человека. В Москве изучают гагаусский язык ваши ребятишки. в вашей организации. Да. Сколько их и кто им преподает? Значит, понимаете, я пригласил, в первую очередь, когда мы открыли школу, хочу начать с этого, я пригласил наших специалистов грузовского языка с разных сел. И дистанционно я даже не успел их познакомить. Я понял, что это тупик. Потому что возникли вопросы в словах одних, вторых, десятых. Потом я поговорил с одним и другими, в общем, в принципе, они отказались преподавать в школе. А школа нам нужна. И я с болью сердца... Это целая школа или какие-то курсы? Мы начали с курсов. Сейчас мы, можно сказать, что это уже школа. Но в этом году, я думаю, что нам будет помещение, и мы еще расширимся. И я взял на себя. И сам же оказался в тупике. Я начал сравнивать слова резин, слова другой, очень много узыстских слов без перевода. Или перевод нелогичный, не совпадает. И здесь так, там так. И в связи с этим у меня возникло необходимость формирования целого метода. Вывести наших соплеменников, молодежь, в том числе и нашего возраста людей, на уровень согласия. И здесь я открыл то сообщение, которое было в нашем государстве. У нас был диалект хасылский, это славяне, которые вошли в наше государство. Хасымский, это тюрки, которые вошли в наше государство. И наш родной узыстский гагаузский язык. Это отличается от гагаузского? Практически нет. Гагаузский язык это узыстский. Но есть, вот смотри, есть два диалекта. Я вам приведу пример. Мы берем книгу «Она дели». А что у нас и перевод читаем «родной язык». «Она» это родной? Это что? Язык матери, да, получается? Ну, вот так переведите, пожалуйста. Вот «Она дели». А вместе с тем в словарях везде родное слово есть. Хасым. Хасымлы. Должно было быть хасым гагауз дели. И вот, понимаете, вот я вот привел один пример. И таких сотни, которые блокируют сознание, они нелогичны. Вместе с тем, я кланяюсь труду наших всех филологов, всех специалистов гагурского языка. Вы не представляете, какой колоссальный труд они сделали с 1957 года до сегодняшнего дня. Это колоссальная работа. Но политическая ситуация между ними раздражение, извиняюсь за выражение, не дала возможность выйти на тот уровень, который сегодня нужно. И я уже в Москве, как мне сказали, хороший носитель гагаузского языка, хотя не совсем я хороший носитель, мне еще самому учиться многому, но у меня есть доступ древу нашему, и опираясь на нее, я уже не справляю. И в части исправления, вот я вам хочу потом подарить такую гагаузу Москвы. Прошу вас, если удобно. Спасибо большое. Вот. А чуть попозже я вручу вам в том числе и вот этот вот журнал. Значит, я решил пошагово. Мы сейчас печатаем журнал в таком формате, и на определенный цикл занятий у нас журнал. И вот в одном из занятий мы открыли вот такой журнал «Алфавит раскраска». И здесь мы предложили, я сейчас открою маленькую тайну, я уже него открыл сегодня другом, телеканале. мы предложили использовать гагаузские буквы, да? Да, гагаузские буквы. Но мы предложили как? Это целый метод. И начальный метод начинается с чего? Мы даем ребенку или взрослому, он по ощущению наполняет цветом каждую буквочку. А потом мы открываем ему реально какие цвета, реально. У нашей буквы гагаузской есть цвет, звук. И самое главное пояснение. научное пояснение, какая связь с каким органом, с какой системой организма. Что мы делаем? Мы даем сначала ребенку хаачишно, рисует или взрослый, а потом мы даем ему он рисует логичное. Я как эксперт-специалист смотрю потом, какие органы перегружены, если он ошибся. Где он ошибся? Я беру за основу этот орган или система, или участок головного мозга и подсказываю время урока, как писать, что писать. Я оздоравливаю через эту ошибку. Поможете представить? Это в страшном сне ни один языковед не знает. Ни один языковед об этом даже не думает. Более того, у нас недавно был семинар по языку, русскому языку. И в этот семинар он назывался «Русский язык. Диалог между народами, между всеми народами». Ну так, в общем, если сказать. И я там выступил и рассказал чуть-чуть об этом. Экспертам, специалистам очень стало интересно. Всем нужен, не всем, а многим народам и тюршского праздника нужен определенный выход на новый этап развития человека. Но в том числе, понимаете, в чем вопрос. Раз в одно мгновение образованные, воспитанные, включаются в какую-то агрессию, становятся бандитами, экстремистами и тому подобное. Чтобы исключить такую возможность воздействия на сознание, нужно не изначально что-то решить и сделать для ребенка. Нужно дать ему правильный доступ к его собственному миру. Я считаю, что наше письмо и в том числе метод, над которым я работаю, это будет способствовать решению самой главной задачи безопасности личности в глубинах психики, его сознания, его внутренней мере, который сам... Как дети воспринимают это? Дети? Вы бы видели, как они... Маленький ребеночек у нас самый маленький, он сколько там? Пять лет было. Пять лет, по-моему. И вот, знаете, самое интересное, он наполнил максимально правильно, чем все остальные. Там было две или три ошибки. И ему говорят, нет, я знаю, этот цвет такой-то. И он на подсознательном, на вот эту геометрию наложил именно тот цвет, который соответствует этой букве. Понимаете? Какие цвета? Каких цветах? В основном, мы используем те цвета, которые используют наши предки. Это белый, синий, красный, зеленый, черный и желтый. К сожалению, из этих двух только один желтый, он как ключик доступа к таинствам, скажем так, нашего организма. А все остальные цвета мы используем, потому как они были, как наша древняя традиция, узов, гагаузов в нашем государстве, они использовались, определялся район, одежда. Каждый чиновник, он имел определенное отличие именно цветовым цветам. Цветам отношения наши были еще связаны с тем, что считалось, что солнечные лучи, которые идут ежесекундно к нами через нас проходят, они несут нам информацию, знания, определенное наполнение. И для того, чтобы различать, в те времена они были представлены в виде цветов. И вот эти цвета используются до сих пор. Но это не случайно. Проводились, наверное, исследования, или это было, скажем так, проведение Бога, что Он дал нам доступ такой. Мы знали, знали в те времена, какие цвета, к чему относятся. Я их использую сегодня в своих технологиях. И как разработка сферы технологии безопасности. Например, красный цвет. Например, красный цвет. О чем говорит? Как можно использовать? Красный цвет? Да. В рамках для чего? Для своего здоровья? Вы используете цвета, говорите, что народы использовали цвета, да? Вот как это? Я вот хочу себе представить, не могу представить. Значит, если, смотри, какая задача стоит. Какую задачу ставите мне, чтобы красный цвет, что он должен сделать? В чем вопрос? Развитие, здоровье? В любой отрасли. В любой отрасли. Значит, смотрите, красный цвет, он относится вообще, если вот берем тело, это область живота. Вот. Ну, а если по органам, то это диафрагма примерно. Зная об этом, мы уже составляем определенный формат упражнений, логического построения, дыхание, движение, и уже вы прокачиваете из окружающей среды или из организации себя же ту энергию, которая вам нужна. Все в жизни энергии. Вода, хлеб, воздух, вдох, выдох. Какой цвет тогда вы не используете, о которых мы знаем? В принципе, мы используем все цвета, просто основные цвета, белый, синий, красный, зеленый, черный, это как базовые. Но нужно понимать, что в каждом есть все же остальные, и есть другие, но мы это уже не поясняем, потому что самое основное это вот эти цвета. Я хотела вас вот о чем спросить, вот находясь далеко от Гагаузии, какую оценку вы даете нашим политическим деятелям сегодня, которые управляют, скажем, автономией. Можно честно? Честно, конечно. Только такой ответ ждем. Мое, и мое честное, и честное моих коллег в разных сферах деятельности, в том числе и в правительстве. Очень низкая политика. Последнее время, возможно, ну, поддержкой, может быть, самого Господа, скажем так, из набранного опыта, и труда в России обратили внимание на одного человека. Если позволите, я озвучу. И уже вчера я в этом убедился. Понимаете, ведь как бы ни было, Гагаузия, она маленькая, да, информация есть в интернете и весть. Но информационная технология позволяет настолько очернить любого из нас. Вот смотри, я делаю добрые дела, я отвлекусь немножко. Реально дела, которые можно, можно зайти на наш сайт, посмотреть, там сотни тысяч мероприятий. В это время из Кангаза мальчик пишет, фейковые, союз Гагаузов, фейковые, фейковые, у него фейк, понимаете, в мозгах фейк. Я ему не отвечаю, конечно, но это говорит о том, что не всегда черное есть белое, белое-черное. И вот, в частности, Николай Харламович, Дудогу, да, о нем везде говорят, не везде, вернее, а многие говорят обо что. Это сделал, то сделал, плохое, всякое. Они даже не соображают, что они делают. Это информационная технология против этого человека. На самом деле, за последнее время он набрал огромный опыт политический, идеологический, духовный, как угодно, но такой, который сегодня уже признается в России. И очень большими силами и людьми. И уже многие осознают, что ошиблись несколько лет назад, когда создали опору, ту, которую создали через Додона. Я считаю, что политическая основа, она растет на очень низкий уровень. Но один из таких самых сильных сегодня личностей, именно в политической сфере, конечно, Дудогу Николай Арнадьевич. И не будет другого. Вот я ранее говорил, хочу вам сказать и попросить вас передать для всех моих соплеменников. Он Богом нам отпущен. Богом. И если будут выборы, парламент, башканство, и народ его не изберет, то нас ожидает еще тяжелейшая ситуация, чем сегодня есть. Она очень тяжелая. Практически нужно понимать, Гагаузия, как я считаю, заложник Кишинева. Это еще хорошо. А ведь мы можем заложником быть в Румынии, а это будет хуже десятки раз. Это три секунды. Ничего не делается для автономии по-большому. Это все пиар. Нет, конечно, какие-то добрые дела делаются, надо дать должное, без вопросов. Но это недостаточно для развития нашего народа, для популяризации его в целом цивилизацией. А Дудогу, Михаил Лампович, он сегодня готов на большее, чем он делает. И он это будет делать. Я вчера был на первом съезде, на Родополитическом съезде Союза Гагаузии Девлет. Вы знаете, что я увидел? Я был счастлив на седьмом небе. Я хотел там многое сказать, но не посмел. После его выступления, после выступления людей, которые с любовью... Скажите сейчас, мы вам позволяем. Я сейчас скажу об этом. Понимаете, но там я очень был краток. Я смотрел лица людей. У них вера, надежда, настоящая. И самое главное, они между собой. Понимаете, одна большая семья, это тысячи, тысячи, двести, триста человек было. Зал был полный. Я чувствовал такую любовь, она прошибала меня насквозь. Я сильный человек. Я могу объявить любому, кому угодно, что угодно и отстоять по полной программе. Я надеюсь, до кого не дойдет, но если дойдет, то мы увидим. Я был наполовину моложе, стоял здесь за свою гагаузию и готов был воевать с кем угодно. И не просто тренировал ребятишек силы самообороны. Я отдавал им технологии. Каждый из них за неделю, месяц должен получить то, что ни один воин не получит. Сегодня мои технологии работают там, где работают. И я готов делиться с другими народами. И готов прийти в гагаузию. Но кому? Тем, кто вредит моему народу? Никогда. Но касаясь того, что я видел, вот эта любовь народа, я желал бы и хотел бы, чтобы она транслировалась на всю гагаузию. Николай Харлампович это сегодня единственный человек, который объединит народ раз и навсегда. Решить все вопросы. Более того, я лично буду участвовать в том, что снять вот этот блок исторического формата. Симбиоз народов. Ну, что это такое? Уже 21 век. Какой симбиоз? Мы потомки Узаха и не больше, и не меньше. А все народы, да, они вошли. Мы уважаем и любим. Мы должны любить все народы. И все те племена, которые вошли. Без вопросов. Но может ли из гагауза кто-нибудь сегодня сказать, что я печенек-половец? Никто не говорит. Но все меня ненавидят за то, что я говорю, что я потомок Узах. Как это? Это подсознательное самовредительство из-за того, что существует вот это разделение. И Дудоглу Николай Харламович за разделение соединит однозначно. Я всеми силами буду помогать ему, потому что я и в нем увидел любовь. Его доклад был такой, как, я не знаю, но нет такого, нет и не будет такого человека в ближайшее время. Я бы свел бы аналогию, но меня обвинят там одни, вторые, третьи. Но в России есть такой человек. И он не только тянет на себя Россию, спасает его. Он спасает и другие государства. Я уверен, что Дудоглу сделает то же самое. Он не только объединит наш народ, но создает настоящую опору в Молдове, какой никогда не было. Ведь вы поймите, в Молдове тоже происходит всякое. Румыны там по полной программе сидят. И мечтают, молдавский народ тоже так же знает, как когда-то наших соплеменников, оставшихся там в Румынии. Вот сам съезд, да, вот ваши комментарии, вот организация такого масштабного мероприятия, вот как бы вы прокомментировали. Вы знаете, съезд, вот он прошел, знаете, вот как мне вообще было, я был счастлив на седьмом небе. Он прошел на таком высоком уровне, все настолько, были какие-то вот детали, но никто их не видел. Понимаете, вот как будто вот это вот, ну так и должно быть это родное. Не было ни одного жесткого посыла, ни от одного. Большая семья. Вот никогда такого не было раньше. Понимаете, этот съезд, он войдет в историю однозначно, так или иначе. Сколько бы вредителей нашего народа не хотели, это исторические события. Впервые такое вообще произошло. А то, что вчера произошло, вот именно в рамках этого съезда, это гармония, это любовь, это заимность. И именно из Кангаза это пойдет настолько далеко. Знаете, я многое не сказал, но хочу в вашей студии повториться. я имел на то полномочия и со сцены моему родному Кангазу, ДК культуры Кангаза, я вручил книгу исторические подвиги русского спецназа от ветеранов спецназа ФСБ России. И для меня это была честь вручить, чтобы наши дети, наши соплеменники прочитали, ведь на протяжении времен спецназ, это спецвойска, это разные национальности люди. У этих людей гармония на высшем уровне, защита, защита друг друга. Я хотел бы, чтобы наш народ такой же силой овладел и друг друга защищал и стоял за свое родное. А во главе этого может только быть настоящий лидер. И у нас он же есть сегодня. Его еще называют национальным лидером. Но вы являетесь и учредителем этой организации. Да. Как вы пришли к такому решению, будучи в Москве? И вообще, вот, мне интересует удивлять, уже многие, наверное, в Москве знают об этой организации. Вот как воспринимается? Вы знаете, с большой надеждой Москва на это. Я, может на меня обидеться, но я такой человек, я могу рисковать. Перед выездом сюда я получил звонок из администрации. И они, понимаете, я чувствую, они радуются этим событиям. Они передали то, что могли, от сердца души я это передал. Более того, я уверен, что в ближайшее время много чего будет пересмотрено. Многое. К сожалению, нынешний исполком, и в России, очень многих обидел. Я не говорю о себе. Меня обидеть невозможно. Я люблю свой народ. И любое нападение для меня, это только, извините, в моем огороде дополнение, чтобы все росло. Любое. Вот сейчас формируется вот эта вот подрывная деятельность. Мне это хорошо, мне приятно. Почему? Потому что за мной вся Москва. Все здравые, смыслные люди. А если эти люди повернутся и будут, новые организации будут делать добрые, так я счастлив. Пусть будут еще десятки, сто-то мероприятий, а ГАГАУЗа от них, пожалуйста. Я даже помогу. Я сегодня имею такую возможность. Мы не только съем костюмы, мы и другие атрибутику нашу национальную готовим, поделимся с уважением. Я читала в интернете, что был такой посыл от политиков российских, что они не будут поддерживать в Молдове никакую партию. Как к независимым кандидатам отнесутся? Если есть, конечно, такая информация, вы можете поделиться. Вы знаете, почему не будут поддерживать? Потому что очередной раз не шиплюнутся. Включаешь телевизор и что ты видишь друг друга? Кто будет поддерживать? Вот, кстати, в отличие от всех остальных, Николай Харламович, ни одного слова, ни одного плохого. Наоборот, он пресекает. Очень многие вчера выступали жестко, очень жестко. И это, если честно, несправедливо. Но несправедливо по отношению к человеку. Допустим, Башкан, она делает все, что можно, и надо понимать, что ей тоже приходится не сладко. Но люди жестко выступали, в том числе и против нее. А он в это время передать там не надо. То есть, он пресекает. Он понимает, что это неправильно, не нужно. Ведь союз для другого создан, для объединения Гагаузов, для решения реальных проблем в жизни, а не где-нибудь в полете. Понимаете? Поэтому я считаю, что нам очередной раз повезло, только нам надо вовремя удачу свою закрепить в правильной позиции. И наш Гагаузский народ должен услышать это, прозреть. Все эти фейковые технологии информационные, они только вредят нам. Реальные вещи надо смотреть. Может быть, один-два человека случайно обижены тем, что он наступил на кому-то ногу там, да, ради Бога. Я вот, чисто, никого не обидел. Но я смотрю в его глаза, я вижу, что он открытый душой человек и любит жизнь, и любит всех. И у него нет агрессии вообще. А мне, как эксперта в сфере технологии безопасности, я агрессию слышу затылком, за километры. Понимаете? А в нем нет. В нем есть искренняя любовь к молдавскому, гагаузскому народу. Вот скажите, вот когда господин президент нашей Молдовы, да, Игорь Гадон, после того, как побывал в Москве на встрече вот с Владимиром Путином, он объявил о том, что жизнь наших граждан в России улучшилась. Чувствуется ли это? Никак. Никак. Никак не чувствуется. Наоборот, усложнилось. Очень много проблем возникло. И в первый раз по миграционным вопросам и сейчас в том числе. Хотя вот сегодня у нас 17-е. Сегодня в Госдуме проходит слушание по поводу этих вопросов. Но мои коллеги там работают с правительством. Я привет, конечно, узнаю. Но от нас туда пошли наши эксперты и именно Союз Гагаузов, и Гадя Жи Сергеев Иванович, и Валкан Владимир Иванович должны быть там. И юристы наши, они должны все зафиксировать, какие предложения, что там, какие вопросы. И, конечно, он старается. Но как получается, реально по-другому немножко. Не так, как надо было бы. Очень много вопросов. Нам, допустим, попадает ситуация, наши Гагаузы в других городах. Там кто-то вышел замуж, кто-то паспорт потерял, кто-то еще что-нибудь. И все, они в тупике. У них вариант только уехать из России и вернуться через непонятно когда, а им жить надо, а в Гаузии рабочих мест нет, ничего. А что происходит с студентами, это вообще хаос полный. Я не буду сейчас озвучивать, там десяток проблем, когда наших детишек обижают, унижают. Я вот хотел бы обратиться к родителям наших студентов, которые учатся в Москве. Не ждите, пока вам нанесут жесткие какие-то вызовы или удары. Придите к нам, дайте ориентиры, где что мы поддержим. Пусть они не войдут в наше членство, в наш союз Гагаузов. Когда они будут представлять в любом учреждении учебном, что они члены на союз Гагаузов, а союз Гагаузов знают все уже. Первое, мы сможем их защитить, и самое главное, мы сможем им помочь. А что происходит с студентами? Дело в том, что, понимаете, есть межнациональный такой вопрос на уровне студентов, разной национальности. Они друг друга где-то обижают, это одно другое. Но если преподаватели, допустим, приведу пример, завдорный мальчик учился в колледже платным. Третий курс. Преподаватель грек. Ненавидит, видимо, Гагуза по полной. На уровнем месте мальчика исключил. Он потерял, уже полтора года не учится. Первый, потерял деньги, вернуться не может, а тот придумал всякие версии в образовательной своей сфере, чем он владеет, и не пускает его. Один из вариантов, а таких десяток. И мы подключились, конечно, но поздно нам сказали, если бы сразу бы, если бы мальчик знал, что за ним союз Гагаозов, я есть там, было бы все по-другому. Понимаете? И таких примеров много, сейчас не буду озвучивать. И вот наших студентов обижают. Но не обижают тех, которые, допустим, прикрыты исполком, да, 10 человек примерно. А сотни-то попадаются. Поэтому я родителям обращаюсь, спрошу, не ждите, пока вас удалили, приходите к нам, мы поможем. Мы, более того, не просто поможем, а проведем соответствующие встречи, беседы с деканами, с руководителями этих гузов, что эти наши соплеменники, и они это самое достойное уважение, как и все детишки других национальностей. Ну, вернемся опять ко вчерашнему съезду. Вы приняли участие на съезде Народно-патриотического союза Девлетт вчера. И вот каким вы видите развитие этого движения? Насколько жители Гагаузи могут доверять? Я думаю, что в ближайшее время произойдет уже много событий. И каждый день будет еще больше и больше людей, которые будут верить, доверять, верить и любить каждого из участников этого движения. Почему? Потому что, понимаете, за последнее десятилетие, пока есть автономия, такого не было. Более того, наш народ, конечно, ну, такой вот, скажем так, и скоростной, и немножко тормозной. Но я надеюсь, что услышат они и не только съезд, а дела, те, которые планируются, которые делаются, и чистым сердцем придут не для того, чтобы поддержать одного человека, а для того, чтобы служить народу. Здесь самая главная цель служба народу, служба нашим традициям, сохранения языка, связи настоящим с другими народами, а с Россией. Это самое главное. Понимаете? И напоследок, каким вы видите развитие гагаузской автономии? Могут ли наши люди надеяться на лучшую долю? Если можно, пару слов на гагаузском языке. Я знаю, что вы очень красиво говорите на гагаузском. Веркач, все, безум кольвер, миссия, клашер, шансы, расу, нуна, и стерем, где мзюм гагаузла, а здесь, если снина гагаузская. СМОНУЗСЯ. И мы говорим, что «Аллах, саргыл». «Ислам прост» – «Аллах». Мы должны понимать, что мы должны понимать. Мы должны быть трудными в последние годы. Мы должны быть в последние годы. Это мы можем увидеть новые времена. Когда мы можем сделать любое время, мы можем использовать какие-то разные вещи. Мы можем их отличиться, если в их неизвестен. Мы можем сделать человеческие отношения к миру. У нас есть деньги, мы должны иметь это. Мы должны иметь это. В нашем доме есть очень вкусные. Чечек, емек, ешамак. Пара, зор, буй ешамактая зор, пек зор парей тутма. О, варт, ой, ек. А тутма анаманузы, хем да, бізим куведемезе анамасыта, бізим арамызда, о пек гюзелиш. Яклашыр, сейчым нер, дезля біздео не ешечеки, вот кеме бізим гагаузлар сеслеріне версіне, сеснеже дешен версіне? Яклашыр, саше сеснеже, ядолуя. Ян їж бюнкі гінага, а те светла бізе екардан. Біз біздер, біздер жаам, біздер кайбедесі біздер біздер, біздер кейбедесі тады пек зор, емда просьм. Дәрт елі, анаміниз ой ашамак е, дейл дөрт яш муша ілі адама кішія. Всего с этим человеком. Это не возраст. Это может быть возрастом. Мы не ожидаем. Поэтому сегодня, и до этого все будет всегда другим человеком. Каждый человек. Может быть, может быть, что 50-20 лет. Но не знаю, а в деле есть и не изменения, в этом году, и мы не верим, и мы не верим, что мы не верим. Спасибо. 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 Для телезрителей напомню, что сегодня в гостях у нас был доктор психологических наук, председатель межрегиональной общественной организации в Москве, Федор Дрогой. Спасибо вам за участие нашей передачи. До свидания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин